Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля Расулиллах, аля алихи ассабих ажмаин амма аба'ад. Продолжим начатую нами тему «Аль-Асмал-Мабния» – «Имена с неизменяемым окончанием». Мы уже приводили примеры того, какие виды имён относятся к несклоняемым именам. Именам с неизменяемым окончанием. Возьмём для примера 5-аят суры «Аль-Ахпаф» – «Барханы». И кто более заблудший, чем тот, кто обращается с мольбой, помимо Аллаха, к тому, кто не ответит ему до Дня Воскрешения. Так мы уже упоминали имиман, как среди «Аль-Асмал-Мабсула» – «Относительных имён», так и среди «Аль-Асмал-Листифамия» – «Опросительных имён». Так имиман в начале айта «Уман Аллаху» – «Кто более заблудший» – это у нас «Исмустифамин» – «Опросительное имя». А как мы уже сказали, «Аль-Асмал-Листифамия» – «Вопросительные имена» – это «Асман-Мабниятун» – «Имена с неизменяемым окончанием». «Илля вахидан минха ваху ай» – «За исключением одного имени» – «Имени Ай». Имиман здесь – это «Мубтада» – «Подлежащее именному предложению». Значит, «Яджба-Якуан Марфуан» – «Должно быть поставлено в состояние раф» – «Именительный падеж». Однако из-за того, что это «Исмун мабнион» – «Имя с неизменяемым окончанием» – «Мы здесь говорим про «Ман» – «Мабнион Аллах Сукони» – «Что «Ман» – это «Имя с неизменяемым окончанием» – «Суконом на конце» – «Фимахалли раф» – «На месте падежа раф» – «Именительного падежа». Почему в состоянии раф? На месте падежа раф – «Ленного мубтадон» – «Так как это подлежащее именного предложения». А как известно – «Аль мубтадау миналь марфу ати» – «Подлежащее относится к тем видам имен, которые, согласно арабской грамматике, должны быть в состоянии раф» в «Именительном падеже». Во второй раз «Ман» и «Миман» уже являются «Исмун маусулин» – «Относительным местомением» – «Значение аль-Лидзим» – «Мимман яд'у» в основе следует понимать как «Минал-Лидзи яд'у». А как мы уже упоминали, «Аль-Асмал-Мавсулату куллуха мабниат» – «Что все относительные местомения являются словами с неизменяемым окончанием». Значит, мы здесь скажем, что «Ман» – «Словосочетание мимман» – «Мимман» – «Мабниу аля сукуни» – «С неизменяемым окончанием» с неизменным сукуном на конце. «Фимахалли джарин бимин» – «На месте падежа раф» – «Родительного падежа» – «Посредством предлога родительного падежа». То есть «Мин» – это харфу джарин, харф, который ставит стоящее после него имя в состояние джар в родительный падеж. Как, например, допустим, «Минал-Джинна-Ти-Он-Нас», «Минал-Ллахи-Дель-Ма-Ариджи», «Вумин-Кавумин-Нухин» и так далее. Значит, имя, стоящее после «Мин» должно быть в состоянии джар. В том случае, если это имя с изменяемым окончанием, как в этих примерах. Однако «Ман» – это «Исмун мабнин» – «Имя с неизменяемым окончанием». Значит, в этом случае мы скажем, что «В мимман» – «Ман у нас фимахалли джарин бимин» – «На месте падежа джар» – «Посредством предлога родительного падежа мин» – «Харфа мин». То есть, место, где находится слово «Ман» – это «Мауду-ль-Джар» – «Махалу-ль-Джар» – «Место падежа джар» – «Родительного падежа», как того и требует «Харфа джар мин». И если имя, которое стоит после «Харфа мин», после «Харфа джар мин» – «Имя с изменяемым окончанием» – «Исман муарабан», то мы говорим, что это имя «Маджру румбимин» – «Поставлено на «Харфа мин» в состоянии джар. В «Аламу-ль-Джар» признак падежа джар будет или «Аль-Касрату-ль-Захилу-тамасалан» – «Явный каср на его конце» – «Камафии мин» – «Мин» – «Джиннат» в «Нас», например, как в словосочетании «Мин» – «Джиннати». Так как нет причины скрывать или же, скажем, подразумевать здесь падежную огласовку. То есть, нет препятствия для проявления этой огласовки. Или же мы скажем «Аламу-ль-Джар» признак падежа джар – «Аль-Касрату-ль-Мукадрату-ль-Ал-Ахри-Хе» – скрытая, подразумеваемая «Каср» на его конце. Почему ли в «Ужуд» ль-Альфа в «Ахри»? – из-за наличия буквы «Альф» на конце. Как, например, «Мин-Аль-Худа» – «Так как Альф» не принимает никакую огласовку. Или из-за буквы «Я» на конце, как, например, «Алисм-Аль-Ман-Кус» в недостаточном имени. Из-за трудностей произношения «Ли-Си-Кали», как, например, «Фи-На-Ди-Кум» – «На-Ди» Или же из-за того, что имя является «Муд-Афом» – «Каунилисм-Муд-Афан» – «Иля-Я» и «Домир» – является «Муд-Афом» к местомению первого лица «Я» – как, например, «Иля-Рабби» – «Ли-Шти-Гал-Л-Ахри-Би-Хар-Кат-Иль-Муна-Сабд» – из-за занятости окончания в данном случае буквы «Ба» – огласовку в соответствии местомению «Я». Значит, при наличии этих трёх причин падежная огласовка на конце будет скрыта подразумеваемым. Итак, в имени с изменяемым кончанием у нас падежная огласовка «Аль-Хар-Кат-Уль-И-Раби-Ют» будет или явной «За-Хират-Иль-Лаф-Зу-Ют» или же «Если нет одной из тех трёх причин» или же будет скрыта подразумеваемая «Ман-Ву-Ют-Уль-Му-Кад-Дар-Ту» если будет одна из упомянутых трёх причин – это «Ат-Та-Аз-Зу-Лу», «Ат-Си-Кал-Лу» или «Иш-Та-Гал-Л-Махали-Би-Хар-Кат-Иль-Муна-Саба». Ну а если у нас приходит «Ис-Мун-Мабни» имя с неизменяемым кончанием, как, например, здесь «Мим-Ман», «Мин-Ман» и «Мим-Ман», то мы не говорим «Маджрурун», не говорим «Поставлено в состояние джир», так как это имя не принимает никакого падежа. Мы говорим «Фим-Махали-Джарин» – «На месте падежа джир». То есть это место, в котором стоит это слово, это имя, это место падежа джир. И всякое имя, которое находится в этом месте, должно быть поставлено в состояние джир. И если бы здесь «Мим-Ман» вместо слова с неизменяемым кончанием «Ман» было бы другое слово с изменяемым кончанием, как, например, «Мин-Ин-Сайнин» или «Мин-Раджулин» и так далее, то мы увидели бы на его конце признак падежа джир, родительного падежа, Касра в данном случае. Значит, когда мы говорим «Фим-Махали-Джарин» на месте падежа джир, мы имеем в виду падежное состояние, которое должно было быть у этого имени, если бы оно было с изменяемым окончанием «Уллаху Адам». И, наконец, в третьем случае, «Я-Ду-Мин-Дуни-Ллахи-Мал-Ллахи-Сай-Джибу-Ллаху» то есть «Я-Ду-Ман» вызывает к тому, кто и так далее. В этом месте «Ман» является «Маф-Ул-Бихи» прямым дополнением. «Фим-Махали» на месте падежа, на винительного падежа. Значит, слово «Ман» в первом случае «Фим-Махали-Рафин» на месте падежа «Раф» именительного падежа. «Ман-Адал-Лу». Во втором случае «Фим-Махали-Джарин» на месте падежа «Джар» родительного падежа. «Мин-Ман» в основе. А в третьем случае «Фим-Махали» на месте падежа, на винительный падежа «Я-Ду-Ман». Так как это «Маф-Ул-Бихи» прямое дополнение глагола «Я-Ду-Ллаху Адам». «Маф-Ул-Бихи» «Маф-Ул-Бихи» «Маф-Ул-Бихи»